Итак, ребята, всем привет! С вами снова Настя Лир. Это долгожданное видео по Хэллоуину, по новым классным квестам, которые нам добавили. Мне на самом деле не терпится их поскорее пройти, потому что мне сказали, что там что-то очень интересное, что-то очень отличающееся от того, что было в прошлом году. Так что сегодня мы пройдем с вами квесты, поговорим с Линдой и отправимся в поездку по маршруту, где, как нам сказали разработчики, разбросаны разные предметы, которые мы можем в итоге обменять на чудо-птичку, я даже не знаю, как ее называть, в общем, на которой очень классно прорисованы костяшки. Вот, и на самом деле вы, наверное, видите, что... Да, и, короче, это все будет после того, как я вам расскажу о лошади, на которой я сейчас сижу. На самом деле, во-первых, давайте, наверное, уйдем отсюда, потому что меня очень напрягает громкий звук. Ну, вам он не громкий, но у меня музыка, которая сейчас на фоне, которая играет теперь здесь, она какая-то очень напряженная и очень классная и очень страшная. Я, когда пошла туда, я в темницу Галлопера, в его башню, у меня начала играть эта музыка, и она такая классная, но мне что-то как-то не очень уютно. Поэтому давайте в первую часть видео мы с вами... Ой. Мы с вами поговорим в более какой-то такой спокойной обстановке, не такой напряженной, а потом уже будем с вами... Вот, видите, какие страшные звуки? Вот. А... О! А! А-ха-ха! О-хо-хо-хо! А я и забыла! Ёлы-палы, мне бы сейчас не убиться! Мне бы сейчас не убиться! О, боже! Слушайте, какие звуки! Слышите эти звуки! Звуки какого-то умирающего призрака! Ужас! Какой кошмар! Я их не слышала никогда! Я просто всегда, когда бегала... Спасибо большое! А, он орёт ещё! О, господи, мне реально страшно! Ха-ха-ха! Ребят! Ой, посмотрите, как красиво! У моей птички просвечивает сквозь перышки. Вау! Мне нравятся такие баги, на самом деле. Когда туман остаётся. Это всегда так атмосферно. Так, давайте я вам расскажу историю про эту лошадь. Это Млечный Всплеск. Как вы понимаете, вдохновлялась я именем вот в таком его чудесном обличии. Я... Чё-то меня дёрнуло, я так сильно захотела его прям почти сразу, на самом деле. Я не думала, что я дольше, что я большее время всё-таки буду ездить на моём вот этом... Ну, на моей лошади... Ну, как его зовут? Сонг Сороу, в общем, на другой дичке. Но Мечта... Я видела так много девочек с классными образами, которые их составили как раз с этой лошадью, что я поняла, это невозможно. Я не могу, я очень хочу эту лошадь, потому что она великолепна. Купила. Вот. На самом деле, я была уверена, что я буду ездить только в таком обличии. Но по факту, если объективно посмотреть, почти весь Хэллоуин... Да, я уже довольно-таки, на самом деле, много времени заходила в игру. Меня она очень расслабляла. Я собирала эти осколки и гоняла их за тыквами. Это вообще мой... Это вообще мой любимый, мой личный фаворит. Это от тыквочки. Я всё это время ездила именно в тёмном обличии. Я не думала... Я серьёзно, ребят, я как бы не вру. Я думала, что я вообще не буду ездить по факту в этом виде, типа на этой лошади. Но получилось так, что... Слушайте, как стрёмно выглядит. Какой кошмар. Мне так нравится бак. Ой, зима, прошу прощения. Мне так нравится бак на туман. Хо-хо-хо-хо. В общем-то, что я всё время ездила почти в тёмном его обличии. Теперь поясню за прикид, так сказать. Я поменяла себе прическу. И мне кажется, именно под тёмный вариант с тёмной лошадью это подходит просто великолепнейшим образом. Также из новостей, короче. Я собрала... О, да, давайте сначала про это вам скажу. Я собрала для светлого варианта этой лошади. То есть, когда я не на хэллоуинском вайбе, да, такое бывает. Я перевоплощаюсь в такую вот няшку, милашку, в ангелочка. Ну, тут должны быть ещё белые волосы. Давайте не будем обращать на это внимание. Я собрала... И паука тоже мы уберём. Это что такое? Ну-ка, уходи. А, нет, и штанишки. Ну, штаны лучше, наверное, да, такие. Ну, так вот, я собрала у Фары жёлтый комплект. Мне кажется, ну, мне лично нравится он больше всего. Я обожаю такие нежные пастельные цвета. Просто обожаю. И как раз в прикиде эльфа с веночком, мне кажется, это выглядит просто божественно. Я даже купила себе сумку. То есть я собирала рубашки. Ой, извиняюсь. Цветочки постоянно. Ну, теперь такой вот стиль. Мне кажется, он прям замечательно подходит. Абсолютно просто великолепно подходит этой лошади. И когда у меня не хэллоуинское настроение, я выполняю какие-то квесты, которые не связаны с хэллоуином, я перевоплощаюсь в такую вот няшку-милашку. А лошадь мне ужасно нравится, я уже говорила. Это просто моя прелесть, мой любимый, просто мой фаворит. Давайте опять перевоплотимся в дерзких ведьмочек. На самом деле мне ужасно нравится то, как выглядит мой перс, как обычно. Ну, я аж не скромный человек. Я честно говорю, если мне что-то нравится. Если мне что-то не нравится. Также по поводу того, как мы можем выглядеть сегодня. Мы можем с вами одевать платьишки. Но я что-то не уверена, что я буду сегодня гонять в платьишки. Вообще идеально под это дело все подходит. Это куртка, которую как раз за довольно-таки большое количество денег мы с вами купили. Я думаю, что я все-таки выложу то видео. Вот, но сегодня давайте мы будем на таком вайбе. Потому что сегодня у нас какие-то у нас очень интересные задания. Собственно говоря, которые мы сегодня обязательно должны выполнить с Линдой. Я забыла, извиняюсь. Прошу прощения перед тем, как мы отправимся в Моррленд. У меня было где-то 100, по-моему, 160, по-моему, осколков. Я их перетрансформировала в кости и в перья, чтобы обменять на птичку. Я еще там не была. Но я просто знаю, что нам нужно будет 20 перьев и что-то дофига косточек и 50 осколков. То есть я сегодня не получу птичку, что ужасно и прискорбно, потому что она идеально бы подошла под мой лук. Вот, но подождем. Я еще побегаю, думаю, слушайте, как классно, как мне нравится этот баг. Вы гляньте, это же так атмосферно. Я тут, кстати, накатала огромный пост. Посмотрите его в разделе сообщества. Типа, почему меня не было, что еще происходит, происходило. Тут сейчас я не хочу это все, про это рассуждать. Сегодня у нас Хэллоуин. Вот, и там я как раз говорила, что начала смотреть новый сериал «Американская история ужасов». И это очень актуально в канун Хэллоуина. Но учтите, там как бы 18+, ребята. Так что, если кто-то будет смотреть, я вас предупредила. Так, нам нужно в конюшню Морланда. Я, на самом деле, если вы спросите, как я отношусь к стилю, который можно обменять на осколки, точнее, за осколки. Мне он не нравится вообще. Я очень жалею, реально жалею, что потратила... Что потратила свои, там, сколько, 40 осколков на... Ну, хорошо, Вольтрап, допустим. Но вот мне он не очень понравился. Еще хотите прикол? Я в прошлом видео не допер... Не дошло до меня, короче, что мы могли получить огромное количество... О, боже. Огромное количество опыта за то, что поговорить с этим Вороном, который меня так напугал... Я вначале просто... Ой, я очень испугалась, потому что я не ожидала, что он такой огромный будет. Но я думала, что он будет раза в два меньше хотя бы. Ну, допустим, ну, как бы такой средненький. Он прямо огромный. И в шляпе. Короче, мы получили, на самом деле, с вами огромное количество опыта. Я это видео не поняла. Я это только потом поняла, что, пообщавшись с этой птицей, мы могли получить, там, что-то 200 или 300 XP, там, к уровню. То есть это дофига. Это пипец, как много. И поэтому тоже очень многие обрадовались этому Хэллоуину. Еще я не знала, что они настолько огромную декорацию сделали в Морланде. Ой. Мамочки. То есть я прям была в шоке, что они так классно постарались. Тут у нас Линда где-то должна быть. Давайте начнем проходить эти квесты. Ох, ну привет, родная. Давай поговорим с тобой. Как здорово, что ты здесь. Я пытаюсь собраться силами, чтобы заглянуть внутрь. Проводи. Я уже говорю сама за себя. Ночью мне приснился сон. Неприступная крепость парила в бесконечной мрачной мгле. Хозяином этого страшного места был никто иной, как наездник Томпсон. Он нетерпеливо дожидался поры, когда преграда, разделяющая мир живых и мертвых, ослабнет. И он сможет попасть сюда. Это, кстати, было бы интересно. Хотя, по факту он это... Русмуритиню цветочек. Он был, по-моему, его раньше не было. Интересненько. И вот эта пора наступила, и наездник на своей лошади уже скачет в ночи. Одни говорят, что двояездник разыскивает жертв, чтобы утащить их в цитадель. Другие считают, что он похищает заблудшие души. Я встречалась с ним, и мне показалось, что люди к нему несправедливы. Он страдает и не понимает, что творит. Короче, будем оказывать психологическую помощь наезднику без головы. Смешно. Я хочу ему помочь. Вот он, портал в цитадель. Сегодня мы, наконец-то, получим ответы. Знаете, что меня настораживает? У нас все-таки уже были квесты о воспоминаниях наездника. И я не знаю. Возможно, они... Просто, возможно, нам придется проходить то же самое, что мы уже проходили. Я очень не хочу этого. Ну, давайте посмотрим. Ладно, может, я зря. Но что-то новенькое там точно будет, поэтому давайте послушаем. Пойдем. Ну, пойдем. Иди за мной. Следуй за Линдой в цитадель. Мы-то там уже сегодня просто очень много времени провели. Ну, давай. Она прям все такая на метеорна своего забила. Такая я самостоятельная, гордая и независимая. Так. Вообще, на самом деле, концепция Хэллоуина мне вообще-то не очень нравится. Ну, чисто как ивентик, как просто событие в игре. Это очень атмосферно. Сделали они, конечно, цитадель просто божественной. Именно это место я видела во сне. Но где же наездник? Может, он отправился на охоту по Юре. И он за твоей спиной, родная моя, стоит. Пойдем, найдем тихое место, где можно подождать и пораскинуть мозгами. Еще такая странная фраза. Пораскинуть мозгами. Слушайте, что-то так много сейчас людей на этих самых том-хуфов. Или как их там. А, смотрите, а наездник это у нас. Все, его тут нет. Да-да-да-да-да. Но Линда у нас вообще так взяла-пошла. А, я знаю, мы сейчас сюда сядем, да? Да? Ты куда идешь? Слышь? А, то есть, по-твоему, тихое, спокойное место это не здесь, у каминчика, а там, где играет страшная музыка. Вот, за пределами крепости. Линда вообще какая-то бесстрашный человек, серьезно. И цветочек у нее. Возможно, мы будем этот цветочек использовать как один из артефактов, но я что-то не знаю. Я не уверена. А, мы можем сами добежать. Чего я торможу-то? О, сейчас будет страшная музыка, готовьтесь. Хотя это мне нужно скорее подготовиться. Мы можем укрыться в тени башни. Ну-ка. Отсюда вид такой шикарный на цитадель. Здесь к нам не пристанут духи, и нас не заметит наездник. Если вернется, сейчас я все устрою. Скажи, если схожи. То есть, она предлагает нам послушать историю о загадочной жизни наездника и его смерти. Поговори с Линдой. Ну, давайте поговорим. Будет классно, если сейчас нам как раз расскажут вот эти вот вещи, которые мы проходили в прошлогоднем квесте. Если нам не придется их проходить заново, я буду просто очень рада. Историки пишут, что почти 900 лет назад у Джона Ярла был верный солдат по имени Гуннар Томпсон. Трюмсон, извиняюсь. Это был странный человек, но с подходящим именем, ведь оно значит воин. Пишут, что у Гуннара был тяжелый характер, но он исключительно и преданно служил Джону Ярлу. А фамилия Трюмсон с течением времени превратилась в Томпсон. Ну, понятно. Ни одна лошадь не подпускала его к себе. Другие солдаты и слуги тоже его странились, но и тайком над ним потешались. Интересно. Может быть из-за зависти, а может и страха его прозвали наездником. Злая ирония. А, то есть интересно, кстати. То есть, получается, у него были проблемы, и он не мог ездить на лошадях, но не стебались над ним и называли его наездником Томпсоном. Это интересно. Я этого не знала. Но однажды появилась еще необузданная лошадь, огромный черный вороной. Шайр. Говорят, он прискакал с востока из-за гор Джор. Джор. Эта кобыла никому не давалась, кроме наездника, наконец. Он нашел себе скакуна. Эта лошадь была невероятного размера, черная, как и ночь, а ее непокорный характер и строптивость вселяли в людей Ярла тревогу. Интересно, что кобыла. От одного присутствия этой лошади прочие животные сжались по углам, охваченные страхом. Наездник и его шайр стали неразолучны, и эта необычная дружба породила немало сплетен. Наездник Томпсон заслужился до места личного телохранителя и советника Ярла. Он выполнял самое важное задание, в том числе защищал Ярла от нападок мятежной значи. В армии его не любили и говорили про него всякое, и с суеверия и страха его начали обвинять в голодовстве и темной магии. В конце концов, ненависть побрала страх, и оскорблять его начали в открытую. Вот это обидно. Тогда Ярл повелел, что наездник должен ответить за преступление, которое ему... Блин! Я же закашляла от несправедливости. Ой, прошу прощения. То есть это предательство от твоего начальника-наставника-близкого друга. Вот это реально просто удар ниже пояса, я считаю. Неудивительно, что если он потом вам всякую фигню начал творить. Его схватили и связали. Униженный он предстал в оковах перед своим господином. А Ярл, как правитель и судья, приговорился его верно во слугу к смерти. Слушайте, так у нас прекрасный миф о Джоне Ярле, который организовал вот эту всю... Вот и Юрлик, если я ничего не путаю. Оказывается, нам раскрывают карты его темного прошлого, и нифига, он не лапочка. И вот вообще свои... Когда наездника привели на место казни... Это мы видели, кстати. Это мы видели в воспоминаниях обо в прошлом году. Если это был прошлый год. Я не помню. Сотни людей Ярла пришли посмотреть на это зрелище. Народ убедился в том, что слухи оказались правдой, когда наездник поднялся и доказал свое бессмертие. Народная официальная версия тут расходится. Но все согласны в том, что источник силы наездника и его связь с Ярлом и бессмертие должны быть связаны с могущественной ведьмой из Девольского ущелья. Да, еще и с ведьмой мы и встречались. Ровно через год после казни люди впервые заметили заездника Томпсона без головы верхом на пылающей кобыле. С тех пор увидят каждую осень. Вот мы сидим в тенитой башне, чувствую, что в этой истории стали секреты. Они ждут, когда их раскроют, словно забытое слово, которое нетерпеливо вертится на языке. Слава богу, что это не повторение тех же самых квестов. Походу, я счастлива. Реально, очень. Мне прям очень радостно. Что-то тянет меня на остров Падык. Интересно. Думаю, нам нужно отправиться туда. Может, мы узнаем, что посеяло раздор между наездником и Джоном Ярлом. Слушайте, это очень интересно. Так, это была проверка записи. А, смотрите. А, то есть это... Нет, 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 не хочу. Спасибо. Воспоминания в руинах. Нужно поспешить на остров Падык и чувствовать, там будет что-то. Встретимся там. Опыт нам хотя бы чуть-чуть дают. Слушайте, это интересно, я считаю. Я думала, что... То есть мы, получается, будем просто узнавать какие-то подробности из этой истории. Ну, конечно, самое интересное, это мы все понимаем, что это вот эта казнь, эта история. Она такая мрачная, очень интересная. И я помню, на меня произвело огромное впечатление, когда нам прям показали его без головы, как ему... Там, по-моему, какой-то был кадр, когда ему... Ну, не то чтобы его обезглавливать, но вот какой-то вот из момента казни какой-то был кусок. Это прям, я вам скажу, серьезно. Так, смотрите. Остров Падык, то есть нам можно прям зафигачить перевозку. Но мы люди ленивые. Хотя, ладно, чего, давайте добежим. Это видео все равно его уже не спасти, оно и так будет слишком длинным. Интересно, у нас есть баги. Да, у нас остались. Слушайте, я не знаю, может быть, это специально, типа, когда ты начинаешь квест. Потому что обычно у меня, ну, через раз примерно получается с багами. А тут прям, прям без перерыва. Баг на баги, багом погоняет. Так, давайте зайдем в перевозку. Этот ворон продолжает меня пугать. Ужасно. Так, нам нужно остров Падык. Где? Где? Я не вижу. О, нет! Так, сейчас. Вот, у нас остров Падыка. Возможно, вы будете слышать какой-то такой небольшой скрип. Это у меня колесико на мышке скрипит. Я буду стараться на него не нажимать. Но если что, не пугаемся. Хотя у нас тут куча других вещей, которых... Которых мы должны и будем, и в этом замысел, чтобы мы пугались. Да. Я продолжаю собирать все эти цветочки. Я даже не знаю, зачем. Просто привычка. Шарики у нас здесь. Шарики. Шарики, шарики. Не знаю уж. А, да я же правильно бегу. Я что-то уже... Я все. Мне так нравится Юрвик в тумане. Ой. Ой. Привет. А что ты тут делаешь? Мне кажется, мы не должны были его видеть сейчас. Мне кажется, это косяк. Мы не должны. Мы не должны. Слушайте, знаете, вот что я вам скажу? Многие покупают лошадь. Вот подобную. Но я не покупаю, потому что все-таки разница огромная. У этой лошади прекрасно светятся глаза. У нее, вы видите, какая у нее грива. У нее грива просто вообще... Она больше. Она реально как огонь. Еще мне безумно нравится ее приоткрытый рот, демонические глаза. А его более простая версия, она все-таки... Она не настолько крутая и не настолько эпично выглядит. Линдочка. Ай-яй-яй, Линдочка, привет. Линдочка. А ну-ка, задание, берись. Хоп. Наездник только что прибыл сюда. Нам нужно подождать, пока он едет, и затем узнать, зачем он сюда приезжал. Что-то сложное предложение у тебя, Линда. Наездник был какой-то странный. Более странный, чем обычный. Видишь эти плящ... Пля... Пал... Блин. Пляшущие огоньки. По-моему, это фрагменты воспоминания. Принеси их мне, и думаю, мы сможем их расшифровать, и пока я покору наездника. Собери 15 фрагментов. О-оу. Ну, короче, осколки. Собираем осколочки. Хлоп. Мне очень нравится, что они притягиваются, как магнитики на расстоянии, и нам можно просто подойти довольно-таки близко, и они как магнитики, да, притянутся. Ну, они решили вообще не запариваться и взять просто такую же механику, как и... Смотрите, там, кажется, обновили что-то. Да, по-моему, там... Да, слушайте, они обновили там все. Интересно, сможем ли мы узнать, что там на этом островке. Потому что я знаю, что люди туда запрыгивают, но я же не такой прыгун-поркурист. Я туда не прыгала. Поэтому пауки у меня орут. Ну, ладно. Ты все собрала? Молодец. Минутку я попробую разобраться. Это ночь, когда наездника... Когда лошадь наездника погибла? Приходи, когда будет минутка, я расскажу тебе, что увидела в этом воспоминании. Ничего себе. Я вижу здание, похоже, это конюшня. Мы на том самом месте. А, да ладно! Здесь была конюшня, а конюшня наездника. Точно говорили, что лошадь наездника не уживается с другими. Поэтому ее конюшню построили так далеко. Слушайте, так мы и приехали на остров Падыка, потому что тут шайров продают. Гениально. Почему я не додумалась сама? Катсцены. Катсцены! Итак, идет толпа воинственно настроенных напуганных людей. Они обступают конюшню. Жители охвачены страхом и озлоблены. Сквозь нерешительную толпу проталкиваются солдаты. Они пришли за наездником. Офигеть. То есть нам прям показывают воссозданную картину, как все это было с конюшней построено. Обалдеть. В конюшне рядом с огромной лошадью стоит молодой человек. Должно быть это наездник. Его зеленые глаза блестят. Они полны печали. Он крепко обнял свою кобылу. Он шепотом прощается с ней, а солдат уже входит в конюшню. Наездник и его лошадь одни против людей ярла. Наездник сдается. Лошадь фыркает и бежит от злости и страха. Солдаты уводят наездника. Она бьет копытами по полу и стенам, заставляя солдат содрогнуться. Я помню, что в квестах, которые мы проходили, лошадь тоже в итоге спасла. Томпсона. Ну ладно. Вдруг началась суматоха. Толпа вдруг всколыхнулась и забурлила. Загорелся огонь. Кто-то бросил в конюшню фонарь или факел. Не разглядеть. Все заполонили клубы дыма и пламя. Конюшня вспыхнула, а лошадь осталась внутри. О май! Это очень жестоко. Солдаты пытаются потушить пожар. Ошеломленные жители отступают. Из-за огненной завесы раздаются жуткие крики лошади. А снаружи горе сновою. При том, что конюшня, господи, открытая. Вы видели, да? То есть она, в принципе, может выбежать. Все, извините, я рушу вайп. Но это вообще, это серьезно. Это очень грустно. Это очень страшно. Наконец пожар потушен. Опустилась изумленная тишина. Дым еще не рассеялся. Летает пепел. Наездник падает на колени, сломленный горем и ужасом. Приезжает ярло и осматривает пожарище. Он долго и гневно взирает на обугленные руины. В ярости он оборачивается к наезднику, а тот, согнувшись, лежит на земле. Наездник знает, что на самом деле разгневало ярло. Зависть и алчность породили в нем подозрение в неверности. Но если лошадь умерла той ночью, как она вернулась? Неужели слухи о колдовстве подтвердились? Может, таинственная ведьма из легенд наделила Шайра волшебной силой? Я вообще не ожидала, что это будет так серьезно. Типа, это просто кусок земли, на котором какой-то был раздолбанный дом, а они так классно переделали. На самом деле, там прям такая драма творилась, а мы, по сути, и как бы... И не знали этого никогда. Вот это мне нравится очень. Печально, но факт. Даже хорошие люди от страха готовы уничтожить то, что они не могут объяснить. Это да. Что-то или кто-то тянет меня в Ярлхейм. Видимо, там мы найдем очередную порцию ответов. Поехали вместе. Может, мы найдем там наездника и новые воспоминания. Отправляйся с Линдой в Ярлхейм. Ну, погнали. А, что с тобой? Линдыч, ты что? Что ты? А, понятно. Это ты на Рыси что-то тупишь. Да. Ой, глаза болят. Нет, не надо. Это очень, очень прям интересно. Смотрите, еще и фонари такие. А, и, кстати, драматично то, что он, получается, стоял и смотрел прямо на эту конюшню. Обалдеть. Да, то есть лошадь сегодня не зря. Она такая огненная у нас. Это все символы. Слушайте, смотрите. У нас вода зеленая, как будто бы отравленная. Это очень интересно. Давайте скорее поговорим. Заметила, что все спрятались. Видимо, после сгоревшей конюшни наездник наведался сюда. Похоже, он не видит и не чувствует расколовшиеся воспоминания. Давай, покажи нам воспоминания. Наездник снова сорвался с места. Надо собрать... Ну... Ну, короче... Ладно. Это у нас часть игрового процесса, поэтому не будем ругаться. В принципе, это приятно. Давай. Давай, Линда. Пожалуйста. Линда. В этом воспоминании скрыто какое-то важное событие. Чувствую, как его переполняет страх и гнев. Вот это да, похоже, так умер наездник. Поговори с Линдой, чтобы узнать, как умер наездник и как вернулся он. Наездника ведут к месту казни. Вокруг собралась толпа людей из Ярла и местных жителей. Они глумятся и насмехаются над ним, выкрикивают оскорбления и кидают в него отбросы. Ох, май. Это, конечно... То есть он идет к палачу. Видите, у него топор. Только что-то он не хочет останавливаться. Он все идет и идет. Он стоит у плахи, а Джон Ярл говорит, что наездник уже его не слушает. Он оставил надежду. Нет, в нем чувствуется какая-то решимость. Бессердечность правителя и ужасная смерть его единственного друга нанесли ему глубокую рану. Наездник безучастно опускается на колени. Шевелит губами, что он... А, шевелит губами. Что же он говорит? Палач в маске поднимает свой топор. О, нет. Это слишком. Топор опускается. В печальных зеленых глазах наездника сквозит удивление, словно он меня заметил. Постой. Внезапно лекущая толпа замолкает. Их лица застыли в ужасе. Что-то пошло не так. Тело наездника зашевелилось. Оно поднимается с колен. Его безголовую фигуру... О, смотрите, конь! Его безголовую фигуру медленно окутывает зеленый свет. Это было эпично, когда лошадь выскочила. Люди в панике. Они кидаются в рассыпную. Солдаты вонзают в него оружие, но это не помогает. Опять что-то происходит. Что-то заставляет толпу расступиться. Сейчас будет эпичное воссоединение. Это Шайр. Лошадь стала еще темнее. Эта чернота словно поглощает свет. А ее грива яркая, как огонь. То есть, видите, она переродилась, получается. Лошадь раньше была другой. Ослепительное создание из мрака и пламени. Стражники и жители замерли от страха. Музыка какая! Те немногие, кто устоял перед безголовым призраком, в отчаянии уносят ноги. Даже Джон Ярл след простыл. Наездник степенно взбирается на крепкую спину своей лошади. И вместе они устремляются вдаль. Только что-то он не взбирается. Нифига. Слушайте, это классно. Мне нравится. Это очень классно. Очень прямо не... Ого! Вот так вернулась лошадь наездника Томпсона. И началась подлинная история всадника без головы. Которую по сей день нагоняет на Юрвик ужас. Да, столько новой информации. Надо вернуться в цитадель и все обдумать. Кстати, та сила, которая тянула меня, куда-то пропала. Может быть, наездник вернулся к себе? Мне надо собраться с мыслями и встретимся на месте. Поговори с Линдой у цитадели. А где тут поблизости цитадель? Там я, по-моему, нет. Слушайте, ну это, конечно, классно. Такая токсичная... Токсичная вода. Обычно мы привыкли там. Типа, токсичные отношения. Токсичный человек. А тут токсичная вода. Одни токсики кругом. Ей-богу, вообще, как жить, когда вокруг одни токсики? Ужасно. Как мне нравится туман. Слушайте, пока у меня прям очень приятное впечатление. Я еще сижу, у меня у собой в комнате свет выключен. Горит только минеральный кристалл и огоньки. Ну, гирлянды на окне. Поэтому я тоже в такой темной атмосфере обстановки. Прям классно. Ну-ка. Очень, конечно, знаете, на моменте, когда он подходил к плахе, или как это, ну, в общем, когда его должны были обезглавить, его обезглавили, у меня прям мурашки пошли, потому что они такую музыку шикарную подобрали. Ну, вот, молодцы, молодцы. Что еще сказать? Что я прям, да. Походу, нам придется как-то с вами собирать эти воспоминания и вернуть их наезднику, чтобы он мог понять, кто он, что он, и чтобы он перестал чудить. Мне кажется, все будет примерно в таких ключах, в таком ключе. О, а тут было это? Подождите. Что-то я не помню. Итак, мы восстановили два воспоминания. Как умерла лошадь наездника и как она вернулась к месту его казни. Неразлучные кошмары. Наездник и его лошадь после смерти были так же неразлучны, как и при жизни. Иногда... Наездника нигде не видно. Должно быть, он где-то на Юрвике. Может быть, воспоминания дадут подсказку. Смерть лошади наездника, а затем его собственная смерть. Или постой, может, все наоборот. Сначала переродилась лошадь, а затем и он сам. Вообще-то, наверное, логично, что... Да. За сотни лет они были разлучены только тогда, когда лошадь погибла. Но почему это важно? Как думаешь, Анастасия? Наверное, ведьма, которая сделала наездника бессмертным, заколдовала и лошадь. Связь между наездником и лошадью привязала их к нашему миру. Лошадь наездника хранит тайного. Ну, ведьма, наверное, это логично. Может быть. Знал ли об этом наездник? Мне кажется, он искренне верил, что лошадь погибла в огне. Подожди минутку, я что-то чувствую. До этого зов воспоминаний был слабым, словно еле слышный отголосок или смутное видение. А теперь что-то прямо гудит в голове, и перед глазами отчетливо встает пейзаж. Дьявольское ущелье и забытые поля. Че, пойдем. Я хочу. Мне нравится. Не знаю, что это, но точно не воспоминания. Что-то происходит прямо сейчас. Вау. Потерянный, но не забытый. Анастасия, времени мало. Можно, я поеду с тобой. Скорее отправляемся к забытым полям. Скачи с Линдой в забытые поля. Ничего себе. Смотрите, как игрушка заведенная такая. Ты, 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 карусель, карусель, точно нет рассказ. Какой ужас. Так, забытые поля. Это нам надо срочно... Срочно бежим. Линда, тебе нравится. Линда у нас полтергейст. Ходит сквозь стены. Смотрите, я могу делать, чтобы она... Нет, не могу. А куда она делась? Линда! Она упала в пропасть, походу. Я убила Линду. О, ужасно. Ой, какой клуб. Длинное название. Назову это видео я... Ой, не туда. Ой. Назову это видео я убила Линду. А вот, давайте заодно посмотрим. Ну, гляньте, она же совсем другая. Ну, глаза у нее, да, хорошо. Глаза, да. Но, в принципе, это так она... Не такая. Кстати, мы можем посмотреть на ее обычный вид. Вот, короче... О, слушайте, я думала, у нее прям... Я была уверена, что у нее гри... Понятно. Она гнидая. Короче, как-то так выглядела изначально непокорная кобылица. Кобылица, ужасное слово. Кобыла нашего. Только не падай, пожалуйста, опять. Лошадь. Лошадь наездника Томпсона. Тома П. Сона Еву. Тома Б. Думала, что он Тома Б. А он Тома П. Какой кошмар. Как я могла, правда. Оу, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Блин, не успела. Там Алина была. Надо было ее в друзья добавить. А-а-а-а-а. Давайте вернемся. Что нам терять? Все равно это видео длится сто лет. А человеку в друзья надо добавить. Алина, это которая играла Дебляра Элис. В... Это самое. Как это называется? Я забыла, как называется моя короткометражка. Какой стыд. Вот, кстати, заодно давайте посмотрим. Хайо. Вот на эту птичку Как раз, видите, она у нас Скелетная, очень красивая Поскольку мы сегодня не получим Просто хотя бы посмотрим Золотые украшения Черепушка у нее такая Нет, она очень классная Если сравнивать с тем, что В прошлом году нам, по-моему, паучка подарили Но это круче Все, давайте Теперь валим Я выполнила свой долг Теперь пойдем Так, куда там нам нужно? Я уже забыла Ага, забытые поля То есть это мы можем прямо на перевозке даже Знаете, я взяла квест На поиски паучков И я теперь жалею, потому что у меня они постоянно пищат Приезжаешь где-то Слышишь вот этот вот Противный звук паучачьего крика До этого жила спокойно Нет, взяла какое-то задание зачем-то Зачем? Усложнила себе жизнь Я какое-то время не понимала, что это за звуки И кто там орет у меня Так Майя у нас там заодно сейчас нам скажет Че вы творите Так, нам нужно куда? Забытые поля Сюда ведь? Я тут еще игрок на самом деле Вроде бы уже давно Залипаю на эту игрушку И вроде как Уже много лет играю Господи, пять лет Кошмар До сих пор какие-то вещи Не знаю Слушайте, это прям так стрёмно выглядит Особенно С туманом Классно Я здесь на самом деле У меня только не ассоциации с этим местом Как мы снимали короткометражку Сердце безумия Других ассоциаций вообще нет Ну потому что как бы Сними такой серьезный проект Проведи много времени Да Вместе И все У тебя ассоциации будут только такими Мне так интересно Че там творится Вообще Где наша Линда? Ниппон А Ну ладно Походу так Че? А Слушайте Походу Так туман специальный Это у меня не баг Наверное все таки Постой Видение привело нас сюда Но я не понимаю Где же наездник Где же наездник, Линда? Давай Ты тут умная Пока все тихо Даже слишком Следуй за лошадью наездника Подожди Это лошадь наездника? Ну а где он сам? Где ты видишь лошадь родная? Тут нету лошади А Вон она стоит Никто на Юрвике не видел их по отдельности Надо последовать за ней Не узнать куда она идет Гениально Ага Линда опять такая Ну погнали что мы бежим за тобой кобылица кобылица наездника томпсона о цветочек цветочек музыка какая-то по моему новая ее не слышала раньше бежим за лошадью а если она нас убьет линда ты как ты не рассматривал этот вариант нет она же не сможет нам рассказать ничего она знает куда идет в ее поступе чувствуется уверенностью но взгляд остекленевший словно на в трансе до нее так то вообще глаза пламенем если что горят блин я пропустила диалог нет я не хотела пропускать не хотела к дереву она бежит смотрите это интересненько постой куда же ты я думала она к дереву к проклятому мы не можем пойти за ней куда она направляется постой я что-то чувствую забавно на это говорит того кто нас сюда призвал это не воспоминания и не отголосок здесь кто-то есть сейчас выйдет такой безголовый красавчик ой кто это гонар трюмсон твое задание не выполнена так просто ты не избавишься от своего дара или кто-то другой задумал разорвать наш договор неважно совершенное так просто не разрушить то есть это кто-то обращается к томпсон в какое-то задание жизнь вернется к тебе как и воспоминания лошадь будет твоим соратником вспомни же ее имя а то все может воскреснуть морриган о смотрите там какой-то эпик происходит и там кто-то в шляпе морриган как она красиво светится чего происходит я хочу туда слышали это пойдем и дождь еще начался вообще что это было мне тут же вопросик морриган лошадь наездника пропала тот кто призвал нас сюда заманил морриган в дьявольской ущелье здесь нам пока нечего делать нужно поискать наездника в стадели так ребята возможно мы сегодня получим птичку встретиться с линдой в лагере наездника слушайте это было что-то очень эпичное и очень жаль что нам не показали ой стоп чё там по-моему было очень жаль что нам не показали вблизи чё там с этой лошадью происходило потому что она этом подождите или она там есть давайте поднимемся мы сможем тут наверное не сможем поднять может сможем блин я слушайте туда надо подняться отвечаю даже если там ничего нет просто попытку а может блин наверное не получится да наверное скорее всего не нельзя ну смотрите можем отсюда посмотреть там какая-то магическая фигня на светит а мы можем я гений кто гений кто умный у вас вообще тут скажите мне пожалуйста вот мы сейчас поднимемся наверх и просто просмотрим чего там чего-то ну да не очень-то мы конечно приблизили просто магия какая-то на самом деле ты не похоже на ну да ну там как будто бы за эти магии а какое ужасное качество пожалуйста я не хотела прям интересно я вам скажу ой о нет о нет умоляю нет линда линд обожаю сусо кто тоже любит сусо ставьте лайк о нет пожалуйста не надо и как я докатилась до такого мне вообще на эти лайки по сути до фени ну это конец все я не смогу выбраться я не смогу выкрапкаться из этого ужаса а линда ты здесь вообще не совсем понимаю мотивацию линды перец и обратно в цитадель чё она не может подумать что ли в другом месте в ком-нибудь вот сели бы мы тут честно скамеечку в лд или куда приятнее атмосфера чем в цитадели спокойно там подумать поразмышлять нет премся в цитадель зачем-то главное там ничего не происходит вообще ну ладно нам так интересно узнать что происходит там что я готова ходить в эту цитадель за 20 осколков тем более вообще линда столько раз сколько ты скажешь давайте опять ее угробим я убила линда второй раз я ужасный друг наверное да слушайте мне кажется мы в этом видео просто не физически она уже наверно очень долго идет мне даже стремно смотреть сколько она идет возможно мы не успеем сегодня сходить в поездку может успеем похоже мориган вернулась к наезднику но что-то не так я чувствую в них что-то изменилось мориган ну и ну я даже не задумывалась об имени и происхождении лошади наездника имя явно древнее древнее и значимое должно быть голос который звучал на горе напомнил наезднику что значит это имя раньше в душе наездника бушевала ярость а теперь он невозмутим и сосредоточен возможно теперь он стал еще опаснее кажется кто-то или что-то пыталась лишить наездника воспоминаний знаете она делать некоторые выводы и как будто кучу она физически точнее она не могла это знать то есть откуда на познать про воспоминания то есть это как-то очень странно просто над к рандомно это все говорит дает нам информацию откуда у нее эти знания реально непонятно но почему чтобы разорвать его связь с мориган кому это могло понадобиться в чем тут выгода уверена что нам предстоит открыть много нового но ответы появится еще не скоро пока что мне нужно вернуться книгам и углубиться в изучение юрвикской истории мы не знаем кто он оградил наездника даром и мы не знаем что это за дар кстати и с какой целью но кто бы это ни был силы ему не занимать и если он или его потомки до сих пор живы чьи потомки томпсон у него башки нет какие потомки какая девушка захочет существовать рядом с безбашенным я чувствую что их связь восстановилась но теперь она другая она стала более сильной и сосредоточенной да но она не только восстановилась дала им новую цель может тот кто покучился на старые воспоминания невольно пробудил новые что-то я устал уже о боже как все сложно по-моему это прелюдия какому-то очень какому-то очень значительному событию мощная связь между наездником и его лошадью кажется теперь лишь дымом по сравнению с пожаром который пылает в сердце мориган кстати так зовут мой лошадь в рдр забавно теперь нам остается только ждать я пока посижу огня и буду следить за ними то есть подождите то что в несколько дней что ли нам выполнять эти квесты вы чё не 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 вы что анастасия спасибо что составил мне компанию предчувствую что будущее готовит нам испытание для которого понадобится вся наша хра брысь ну спасибо конечно и чё ты снова хоть ребят счет я не поняла и как это понимать типа все это было все и что там за история с что то есть там не расскажут хотя наверно не просто будут потом добавлять эти квесты если я чё-то не понимаю то вы мне пожалуйста скажите чтобы я просекла вообще потому что я сейчас честно говоря вообще не в курсах и я не понимаю будут ли нам добавлять эти квесты или я чё-то не так короче какая-то фигня вы меня простите я не понимаю ладно если чё вы молодцы вы мне все напишите потому что там у них такой значок странный это не значок того что как-то называется это не значок которая нам рассказывает о том что у нас будут задания через какое-то время там значок просто информации условно горда ну вот как здесь то есть это очень странно так давайте обменяем то что она нам дала она надала осколки нам нужно по моему 80 костей да теперь у нас 32 косточки так давайте все сейчас мы пойдем с вами в поездку сюдыть в поездку по маршруту и там нам нужно искать разные предметы еще там кстати алтарь алтарь ворона нужно нам найти ой я не знаю честно говоря как выглядят эти предметы которые нужно искать ну то есть как то они будут нам под подсвечиваться или чё я не знаю надеюсь мы с вами найдем хотя бы один такой предмет чтобы хотя бы понять как они выглядят и алтарь еще нам нужно отыскать но я думаю что с этим проблем не будет смотрите у нас сегодня прям страшненький мне кажется с щупальцами это одно из самых вообще стремных о да еще и дождь обожаю там наверное нет никаких предметов я помню когда мы с лизой проходили этот маршрут впервые когда его только добавили мы прям очень под огромным впечатлением были этих щупалец а ты вообще то что там корабль целый это просто какой-то эпик о ну ладно не знаю наверное тут чё корова чё реально корова ребят ночью для что мы чё можем погладить корову призрака и чё шутите мы гладим корову призрака какая прелесть она еще и чё происходит снять стресс заодно что я очень не что предметы подсвечиваются потому что иначе я вообще нифига не найду чё тут у нас ух ты смотрите у нас тут кони обнимаются у вас тут приватная встреча или чё ну ладно занимайтесь дальше своими любовными делами пауки вы меня достали орать меня бесите уйдите я не желаю общаться я честно а то есть даже так знаете какое самое стрёмное существо я видела здесь на маршруте эти маленькие близнецы из фермы как там эта ферма то короче один стоял там а другой здесь и это было реально стрёмно потому что потому что как это называется потому что эти дети они реально самые страшные в этой игре не самые уродливые и действительно разрабы либо они осознанно это сделали типа понимаешь что у них очень родские дети либо не специальные тогда и тогда есть вопросы так начало чонку я вижу что-то этот они они хотя бы блестят хвала небесам а это просто перышко мы нашли два перышко только мне не нужны перышки их обменяют слушайте а ну эти истории мне не интересны мне интересно нет я не хочу нет я не хочу нет нет спасибо до свидания вот там мне кажется нам дадут какой-то предмет наверное я не знаю хотя бы блестят уже огромное спасибо и походу нам тут придется ли мы хотим реально найти какие-то эти вот плюшечки чтобы их обменять на косточки нам нужно тут прям облазить все мне кажется ну то есть прям надо мишка привет ты не съешь меня о как страшно прям сердце что-то тут нет нифига и мне это не нравится а ты чё грибочки грибочки изучаешь челик так ладно я чё-то запуталась малёк малёк на давайте будем просто с вами бегать в конце концов может что-нибудь и найдем чё-то я что-то вижу пожалуйста пусть это будет что-то что о смотрите аж две какие-то вещи чё это и не час они еще парят смотрите чё это такое что это тыква хитрое угощение вкус этого коварного угощения угадать невозможно то сладость то гадость это чё болотный огонёк в банке в баночке летает слабо светящийся прозрачный призрачный или я даже не пойму призрачный или прозрачный огонёк а вот тут наверно алтарь нет потом хуфы эти или как их там вообще тут где-то должен быть наверное да а чё прикольно смотрите она реально летающая косточка не клёво они они клёво очень придумали мне нравится как они в этом году все это сделали лошадки красивые что как-то мы с вами странно начали проходить этот маршрут ой что это а это обвал или что это что это было что это было что вы думаете вы ладно как я говорил у меня правда звук гораздо громче чем я вижу что-то я вижу что-то не знаете что там походите действительно эти кости обменять то потом вполне себе довольно таки ну можно как бы накопить быстро потому что там какие-то предметы 20 костей стоит то есть это прям много это прям дофига то что если собирать и обменивать кристаллы тут и надо задолбаться на столько раз поймать эти тыквы чтобы чтобы собрать 20 костей от тебя чего тоже пообнимать можно да а этом стоит девочка который надо в туалет я помню их бедняжка погладим призрака осла ухты а ослик может чипучий привидение ослик пойдет с нами это мило я как-то тыкву за собой повела это было здорово мне понравилось так что у нас тут девочка которая хочет в туалет это мы помним чего у нас это кто это просто собачка все собачка собачка отдайте поскачем наверх ослик наш верный дружок и ослик привидение пожалуйста может мне какого-нибудь там медведя кого-нибудь о медведя да кого-нибудь стрёмного реально чтоб прям сейчас попугаться о привет мишка блин это очень стрёмно это очень стрёмно ну погнали о господи как громко а о нет он осла нашего он сожрал нашего ослика бедные мы как же нам жить то без осла где осел ослик ты жив привет мой щечки пирожок ты живой ура все побежали а то медведь нас сожрут все сейчас максимум внимательности бежим давайте назовем вот джорджи о нет мы умираем на помощь это очень страшно осел а то есть он даже не обращать внимание на как громко какой кошмар перо перо об успели лично джорджи спасайся фух малыш я счастлива что мы с тобой живы так давайте поговорим с этой птицей всего лишь два вы чё шутите это что какая-то шутка хотя вообще-то две кости это не так уж и плохо и и давайте обменяем 2 да и давайте обменяем так а мы можем их объединить не можем что-то я что-то я делаю не так мне кажется что это тут не так если 6 почему я не могу их просто соединить и все что-то мне это не нравится тут что-то тут нечисто либо они накосячили либо я что-то не понимаю так это чего это кость а то есть нам чтобы активизировать пугашки ой как страшно они не в ту сторону работают чу а ой как страшно давай напугай нас почему да кстати спать какие-то квапушки наверное мужик все видели но я в восторге почему я не могу чё за бред 16 14 чего ты клопухи дыш дайте мне пожалуйста какие-нибудь еще ништяки мне нужны эти самые знаете я как будто бы это мне нужна эта работа мне нужны эти ништяки что-то мне кажется я иду куда-то не туда ну пофиг да я иду вообще не туда поднимаемся обратно мне кажется мы сейчас закончим уже эту поездку хотя нет я вообще хотела найти алтарь но я чё-то не соображу где он а поэтому я думаю что мы сейчас с вами просто посмотрим координаты до люди понимаете запарились и скинули координаты чтобы просто другие спокойно себе жили а да кстати вот нас пугать сейчас будут смотрите о нет крыса о нет ой смотрите опять что-то они что спаунится слушайте так мы можем просто постоять и подождать нет чуть такое одно рубиновое жерелье 20 вороних перьях а чё одно рубиновое жерелье 20 вороних перьев и 80 косточек на алтаре три раза скажи слова без испугу и ты и притежь крылатого друга рейди а мисса корвис аниме мир прикольно прикольно давайте постоим еще здесь чуть-чуть заодно пока спаунится здесь что-нибудь давайте найдем координаты так координаты алтаря ворона x 66 y x 119 x 66 это нам куда это нам надо и ти 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 x 60 где-то вот здесь 66 а x а y у нас 119 это нам надо вот 119 это вот тут вот здесь короче вот тут вот у нас находится так я не вижу нифига его на карте вот блин ага вот что-то я не уверена что мы сможем его найти я не уверена что мы можем дождаться до момента как у нас тут заспаунится эта штучка поэтому в эти просто забьем на это и пойдем по и пойдем туда идти чтобы найти алтарь что я так и не поняла где он находится а мне он нужен ага нас прям луч падает а то есть она получается внизу странный как ну ладно возможно эти координаты неправильные но раз их публикуют в группах разных я думаю что все таки что врать не должны да еще я только недавно начала реально пользоваться функции вот этого светового луча который нам показывает дорогу раньше как ты пренебрегал наверное зря ой смотрите еще какой-то ништячок но это просто перышки ладно но вообще реально если тут так побегать то можно вполне найти какие-нибудь полезные штучки так где наш луч света луч света во тьме ой смотрите еще у нас что-то светится эй еще у нас что-то светится что это тут стоп тут же было это что такое а и леса брала чё-то чё-то меня обманули кажется так где наш под наш свет да а то есть нам все я поняла вот он здесь да я тут не была кстати по моему нет стоп что как нам тут я конечно извиняюсь а как мне туда попасть то я его нет я вывожу отсюда да ну как нему дорожка ты дорожка ты как к нему подниматься то а не стоп вот тут вот наверное как-то да да все слова или нет да фух я нашла это место какое счастье я я очень счастлива что его нашла нам даже вот дорожку вот так вот возвели ухты и смотрите у нас тут душа этой птички для классно или это просто привидение так давайте посмотрим в этой книге заклинание отписаны ингреди а вот он мы даже можно его посмотреть классный ночной ворон так у нас есть 20 перьев нам нужно но это мы соберем нам нужно еще глаз ведьмы а это камни чтобы заглядывать в далекие уголки земли если рядом целой косточки ворони перья и 80 костей ну да ну да теперь я хотя бы знаю где он находится ну слушайте ребятки поскольку мы сегодня уже я думаю с вами не успеем точнее не успеем а я просто физически не смогу собрать 80 костей хотя могу разменять сколько получается 5 чтобы их стало там сколько 54 я правильно вообще считаю в общем то да я думаю что я буду в свободное время бегать бегать и исследовать находить разные блестяшки давайте кстати напоследок сходим к по чтобы поменять эту книгу если мы вообще можем поменять потому что у меня почему-то складывается впечатление что за эту книжечку нам могут не хило так отвесить этих самых костей еще знаете мне вообще не хочется это видео монтировать я вообще пипец разленилась да такой я ленивый человек просто она наверняка будет ближе к часу по длительности я не вижу смысла напрягать свой компьютер чтобы он рендерил такой длинный видос тем более что я думаю что я вообще не как бы ему особенно не нужен монтаж потому что фоновая музыка здесь а то есть я не накладываю сверху потому что у нас хайллоуин у нас атмосфера вот то есть тут как бы музычка на фоне так уже особенная ее не хочется менять на мою какую-то кельтско даже не знаю кельтско-друидскую она и так хороша поэтому я как бы аут прям мишка смотрите у нас косточку охраняет насколько нам дали интересно 2 или одну так по знаешь чё по воронку а ну-ка гони нам 15 костей до офигеть вот это приятно вообще сейчас был так 5 штук давайте 1 2 3 4 еще 5 да все теперь нас 20 перьев отлично они у нас теперь сложились наконец-то и 60 костей ребят да это замечательно а только мы почему-то не можем странно мы не а или продать за шиллинги он стоит 125 шиллингов я кстати знаете еще мишка нам машет смотрите он такой уходи скорее от нас тут классные у него эти самые не ворон классный все ребят валим выйдем из этой поездки и тогда я уже спокойно попрощаюсь с вами опять они хотят нас напугать своими привиденицами они видят как страшно надо больше я тут предметов не вижу да все выходим скорее спасаемся сушки ну вообще классные у меня впечатления только мне не хватило какое-то завершение истории с я где-то видела этого человека привет я тебя знаю я не помню как и где очень странные чувства так ладно ребята вы мне пожалуйста расскажите кто умный чё там с линдой потому что я не секу фишку вообще не понимаю еще происходит как нам будут завтра что ли нам расскажут чё там с этой историей или это все и больше нам не будет ничего сказано но это странно потому что ну потому что потому что нам только начали рассказывать эту историю у нас куча вопросов короче кто умный поделитесь вот надеюсь вам понравилось это видео оно 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 длинное вот спасибо вам за просмотр напишите в коментах как вам это все как у вас вообще дела как ваша жизнь молодая знаю что у нас каникулы у всех с 28 числа по 7 надеюсь вы хорошо проведете это время и не будете постоянно задрутить все все всем большое спасибо за просмотр ребятки я вас очень сильно люблю всем большой удачи и всем пока